Приветствую вас! Давайте мы с вами разберемся, что вы написали. Из вашего текста следует один, но такой мощный посыл, что я могу, я могу заниматься тем-то, могу заниматься тем-то, но по факту ничем заниматься вы не хотите. То есть можете много, а заниматься не хотите. И у меня вопрос к вам. Тогда, насколько часто, как часто вы прислушиваетесь, например, к себе? И прислушиваетесь ли вы вообще к себе? У меня есть такое ощущение, что вы не прислушиваетесь к себе. Совсем. Почему-то. Вот есть такое ощущение, что вы вообще к себе не прислушиваетесь. Вы делаете что-то потому что надо, потому что, ну я не знаю, потому что модно может быть. Да, модно. Вы делаете что-то потому что это модно. Но мода не определяет того, чего вы хотите. Мода не определяет того, что вам, например, нравится. Мода не определяет того, что, например, к чему действительно лежит ваша душа. Вы говорите, я хочу заработать много денег. Зачем? Зачем вам деньги? Зачем вам деньги? Чтобы… Что делать? Ну, наверное, да. Чтобы… Что-то купить. Чтобы… иметь какую-то, какую-то значимость, наверное, я так думаю. А разве деньги дают значимость? То есть, понимаете, история такая, что вам нужно определиться с тем, что вам важно. Я полагаю, что здесь в некоторой степени я буду говорить в унисон со своей коллегой, которая говорит, для чего вам это нужно, но мне кажется, что то, для чего вам это нужно, вы знаете. А вот, что из этого вашего, чего вы действительно хотите, это вот на самом деле довольно серьезная проблема. Ну, понять, чего я хочу на самом деле для себя. И поэтому вот с этими вещами и, собственно говоря, нужно работать. На мой взгляд. На мой взгляд, с этими вещами нужно работать. И, в первую очередь, работа по определению того, что вам нравится, заключается в выведение на передний план ваших чувств. Что вы чувствуете по отношению к той или иной ситуации? Что вы чувствуете по отношению к той или иной работе, например? Что вы чувствуете по отношению к себе? Как вы воспринимаете себя? Я не очень понял, при чем здесь работа психологом. Вот вы пишите, что я абсолютно могу все связано с людьми, я их знаю, я их понимаю, я могу им помогать, но я не хочу это делать, например, работать психологом. Знаете, я их знаю, я их понимаю, я могу им помогать. Это как-то звучит очень, во-первых, самоуверенно, во-вторых, как-то поверхностно очень. И, в-третьих, для того, чтобы знать людей и понимать людей, нужен опыт. И опыт, я бы сказал, довольно приличный. Ну, один опыт. А если он у вас опыт, ну, для меня, если честно, вопрос. Потому что, ну, как правило, люди не будут говорить, что они знают и понимают других людей, да, если они действительно это умеют делать. Потому что, по сути дела, понимание заключается в том, что абсолютного понимания людей нет. То есть, если вы говорите об абсолютном понимании чего-то, понимании чего-то своего, не имеющего отношения к людям. И не видите того, что понимание людей людей связано с эмпатией, по их чувствам. Вот. Это именно эмпатия по их чувствам. У вас этой эмпатией по чувствам я не увидел. Потому что вы не чувствуете себя сами. Ну и, соответственно, никак, никак не можете чувствовать и других людей. А не имея возможности чувствовать других людей, вы не имеете возможности их понимать. Понимаете? Какая история. Поэтому я верю в то, что я верю в то, что вы думаете, что способны на это. Я верю. Но я также знаю и то, что характер вашей проблемы полностью исключает наличие понимания людей. Итак, необходимо чувства. Необходимо выйти на на передний план ваши чувства. Что для этого нужно сделать. Для этого нужно как можно чаще находиться наедине с собой. И как можно чаще прислушиваться к своим ощущениям, своим эмоциям. И изучать их. И изучать свои эмоции, изучать свои чувства, изучать свои ощущения. Снимаете? Есть специальные упражнения на это все. Я вам обязательно эти упражнения дам, если вы захотите. Ну, если вам интересно. Если вам интересно. Если вам интересно, я обязательно дам эти упражнения вам. Вы сможете с помощью их лучше себя почистить. Так согласен ли я со своей коллегой? С тем, что вам нужно найти, зачем вы хотите делать то, что делаете. Согласен ли я со своей коллегой? Да. Согласен. Но мне кажется, что делать здесь не в смысле. То есть главное не в смысле. Главное именно прислушиваться к себе и понимать, чего вы хотите именно вы. Вы. Вы творческий человек. Понимаете? А творческий человек, который, ну, хочет заработать денег на творчестве, да? Рискует обесценить себя. Рискует обесценить все, что он делает. И опять же, я не думаю, я не думаю, что вы этого хотите. Обесценить все, что вы делаете. Поэтому вы можете совершенно спокойно зарабатывать на какой-нибудь механической работе, типа создания сайтов. Например. Или что-то еще. А сами при этом писать музыку и так далее. То есть, что и как я хочу делать. И какого результата я жду от того, что хочу сделать. Вот это, пожалуй, главное, что вам нужно для себя постараться увидеть. Это главное. Самое главное. Будет ответ на этот вопрос, будет у вас тогда все. Поиск вести лучше с психологом, так оно будет быстрее, надежнее, безопаснее для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...